Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Беседовать я буду с Натальей Ильиной, это основатель и главный врач клиники доктора Ильиной. Наталья, добрый день. Добрый день, Владимир. Рад приветствовать вас в нашей студии. И сегодня перед нами стоит задача познакомить наших слушателей, зрителей с делом, которым вы занимаетесь, с вашим детищем. Почему вы именно решили окунуться в свое время в сферу косметологических услуг, как к этому шли, с чего все начиналось? Давайте с этого стартуем. На самом деле начиналось все еще с моего детства, когда моя бабушка-медсестра осуществляла свою работу на моих глазах. И я видела все ее медицинские манипуляции. И у меня были куклы в тот момент с резиновым лицом, и этим куклам я делала уколы. И впоследствии это непосредственно было связано с моей деятельностью профессиональной инъекционной методики в косметологии. Они осуществляются как раз таки в лицо. Ну а окончательное понимание того, что вы хотите заниматься именно этим, видимо, уже созрело в школе, ближе к старшим классам. Какое у вас образование? Где вы? Что вы закончили? Расскажите. Я закончила Кировскую государственную медицинскую академию, но на самом деле в 10-м и в начале 11-го класса я грезила экономическим факультетом политеха, но моя мама искренне желала, видимо, мне другого. И очень аккуратно натолкнула меня на мысль, что все-таки, может быть, врачевание мне подойдет. Поэтому к концу 11-го класса я уже поняла и готовилась к поступлению в медицинский вуз. Кировская медицинская академия мы имеем в виду, да? Да, Кировская медицинская академия. Это, естественно, 6 лет обучения, это серьезная подготовка, серьезное испытание. И вот вы вышли, и что дальше? На самом деле не все так просто. После окончания медицинской академии ты выходишь обычным врачом общей практики. И далее нужна была специализация по дерматовенерологии. Интернатура, год, а потом уже профессиональная переподготовка по косметологии. Когда непосредственно уже к своему делу вы перешли, к клинике, которая названа в вашу честь именно, да? То есть имя, и все прекрасно знают это имя в нашем городе. Когда это произошло? Уже больше 10 лет назад? В этом году я отмечаю 15 лет своей профессиональной деятельности. И всего лишь два года, но каких? К клинике доктора Ильиной. Как вы вообще себя в современном рынке позиционируете? Мы понимаем, что эта сфера довольно конкурентная, да, этих процедур. В чем ваша уникальность состоит? Как вы себя, для себя миссию свою формулируете? Сфера косметологии на самом деле очень конкурентно способна. Но мне удалось создать нечто уникальное и свое. Это клиника высокотехнологичной аппаратной косметологии. То есть на сегодняшний день я могу с четкой уверенностью сказать, что мы единственная в клинике с парком такого оборудования, дорогостоящего и всемирно известного. Клиника высокотехнологичной аппаратной косметологии. И мы предоставляем весь спектр услуг, которые нужны на сегодняшний день нашему потенциальному потребителю. Многие представительницы прекрасного пола в Кирове, я знаю, считают, что если хочешь получить какую-то качественную суперпроцедуру, то обязательно нужно ехать в другой, более крупный город, в том числе столица, да, Москва, Санкт-Петербург. И вот там-то уж точно специалисты тебя окажут и сделают то, что ты именно желаешь, там, с гарантией. Так ли это? Или ваша клиника позволяет отказаться клиенткам от этой идеи? Гораздо все ближе, и все это можно сделать у вас. На самом деле, несколько лет назад я была бы согласна с вашим утверждением, но сейчас это не так. В моей клинике мы предоставляем абсолютно все те же самые услуги на том же самом уровне, что и клиники наших столиц. Потому что при выборе, при становлении клиники, при выборе оборудования, я прежде всего ориентировалась на мировые новинки, на мировые исследования и на уровень коллег, с которыми я совместно ездила на конгрессы, симпозиумы, с которыми мы вели беседы. И на тот момент мне хотелось быть на них похожими. Ну, говоря про уровень, мы имеем в виду это и оборудование, и материалы, и специалисты, которые у вас работают. Да, все верно, это сделана огромная ставка, как на сертифицированность оборудования, так и на опыт сотрудников, которые тут работают. А как вообще поддерживать, что называется, тонус вот в этой сфере, как следить за новинками, как вы это делаете? Вот про конференции вы упомянули уже, что это специальная литература, это интернет, где вообще искать вот те фишки, да, которые будут востребованы именно в нашем городе? На самом деле все зависит именно от самой себя, от уровня насмотренности, от, так скажем, движения тебя в этой сфере. Косметология — это та отрасль, которая не стоит на месте, которая непрерывно развивается, и нужно успевать быть с ней, идти в параллели и всегда на шаг опережать конкурентов. Поэтому миссия моя и миссия моих сотрудников — это непрерывно учиться. То есть каждый месяц, раз в полтора месяца я либо мои сотрудники выезжаем на семинары российского уровня, либо международного уровня. Вот в скором времени я уезжаю на обучающий семинар в Армению. В следующем месяце мы поедем с тремя моими врачами в Нижний Новгород на конференцию. В итоге все это воплощается в более высокий уровень оказания услуг, в какие-то новинки. А бывают случаи или были случаи, когда клиент как к вам приходит и прям делает запрос на конкретную процедуру, а у вас пока еще ее нет? Или я так сейчас фантазирую, что это? Здесь всегда оцениваются риски. Ну, женщины уже тоже читают, изучают информацию. Будучи практикующим доктором, но совмещая себе функцию руководителей и бизнесмена, всегда оцениваешь риски и думаешь, а нужен ли этот аппарат, и будет ли он так же востребован у той дамы, как у другого потока пациентов. То есть оцениваешь рынок в целом. Поэтому, да, не всегда мы можем предоставить какую-то узконаправленную процедуру и пытаемся брать каким-то определенным объемом, так скажем. То есть подбирать какой-то комплекс, который, в общем-то, должен привести к тому результату, который ожидается от клиента. Если вкратце пройтись по процедурам, которые непосредственно предлагаются в клинике доктора Ильиной, подробнее о процедурах мы в следующей программе поговорим, что называется для затравки. Самые популярные, самые востребованные. На самом деле, когда я открывала клинику и думала, вот четыре кабинета, это же так много, что я там буду в них делать, то сейчас, через два года, я понимаю, что этого помещения мне недостаточно. И изначально, если я ставила цель перед собой заниматься только лицом и аппаратными методиками по лицу, то сейчас мы плавно переходим к работе по телу. Поэтому наша клиника предоставляет услуги как аппаратной косметологии, инъекционной косметологии, эстетической косметологии, неинъекционной, как по лицу, так и по телу. И этот список, видимо, он будет расширяться. И планы в этом отношении есть. И в апреле мы уже готовим следующую новинку, то есть наш аппарат приедет к нам из Словении, да, и будет радовать наших пациентов к пляжному сезону. Ну, учитывая современные реалии, это, наверное, достаточно непросто сделается, да, привезти оборудование из-за границы. Я могу сказать, что это непросто и это недешево. Но в любом случае, являясь медицинской организацией, мы должны работать с официальными дистрибьюторами, которые поставляют официальное зарегистрированное оборудование. И, соответственно, мы ведем переговоры не со Словенией, а с представителем официальным в России. Конечно, которым можно будет в случае чего там вопросы определенные задать, если какие-то сложности возникнут. Потому что аппараты сертифицированные подлежат техническому обслуживанию. Да, безусловно. И это все должно делаться на высоком экспертном уровне, конечно. Все правильно. Ценовая политика. Вот вы говорили вначале, да, что у вас было желание в экономическую отрасль уйти, но я думаю, что ваши навыки, ваши знания в этой сфере вам тоже пригодились, когда вы открывали клинику доктора или иной. Вообще порядок цен. Насколько это дорого, недорого, да. Как это формируется? Все, что сертифицировано профессионально, никогда не может стоить дешево. Копейки, так скажем, да. Да, и труд врача, он всегда должен быть вознагражден. Соответственно, я никогда в своей клинике не делаю больших скидок. То есть мы клиента не радуем большими скидками, скидками ко дню рождения. Да, у нас есть определенная система абонементов, но... Но, в общем... Больших скидок не бывает. Ронять планку из чисто экономических соображений... Мы цены, да, не донпингуем. Вы просто не имеете такой возможности, понимая, что если вы опустите очень сильно, то это не очень будет хорошо. Да, то есть используя оригинальные методики, мы понимаем, что они стоят дорого, не могут. И в разы оригинальная методика стоит дороже, чем ее какое-то подобие, пусть и сертифицированное, и официальное. Но каждый выбирает для себя. То есть подобное притягивается к подобному, и я уважаю своих пациентов, и вот мы все примерно одинаковые. Ну и в завершении нашей беседы, для тех, кто впервые услышал о вашей клинике, конечно же, нужно подсказать, куда непосредственно прийти, где можно ознакомиться со списком процедур. В общем, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да? Приглашайте своих потенциальных... Это верно. Клиника находится по адресу Пятницкая, 12, дробь 1, клиника доктора Ильиной, и мы вас ждем в наших соцсетях, в Инстаграме и ВКонтакте. Спасибо, благодарю за эту беседу, Наталья Ильина, основатель и главный врач клиники доктора Ильиной. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok